Решить проблемы сообща. Сегодня специалисты со всей страны поделились друг с другом наиболее успешными практиками профилактики социального сиротства. Мурманским коллегам тоже нашлось что сказать. Наш регион один из лучших по внедрению социального патроната. В мире, в котором на официальном уровне отмечается День интернета, возможность проведения онлайн-конференции одновременно в десятках городах давно не удивляет. И впервые современным способом связи решили воспользоваться работники органов опеки. Прежде всего, это эффективно, считают специалисты. Когда, допустим, какой-то один регион будет продвигать идею закона, проект закона, то это одно. А когда совместно вся эта работа, именно вот сегодня, я говорю, обмен опытом, он, конечно, позволяет сделать очень много. У каждого региона свой уникальный опыт борьбы с сиротством. Например, иногородних коллег интересует секрет успеха мурманских специалистов. Как известно, столица Заполярья в прошлом году заняла второе место на всероссийском конкурсе «Город без сирот». Также в области успешно действует достаточно новая форма профилактики социального сиротства – социальный патронат. Когда специалисты помогают детям и родителям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Это одна из форм профилактической работы, потому что задача, которую мы ставим перед собой, это сохранение ребенка кровной семьи. Социальный патронат, он у нас действует с 2009 года, и если смотреть по динамике, то это положительная динамика. В 2009 году у нас было 110 детей охвачено по социальным патронатам, в 2012 уже 402. Однако и другим регионам есть чем поделиться с нашими специалистами. Например, в других областях гораздо больше внимания уделяется пропаганде института семьи, как здоровой ячейки общества. Каковы должны быть взаимоотношения в семье между супругами, между детьми, между вторым поколением, чтобы не возникало семейных скандалов, распри, чтобы уметь урегулировать эти скандалы, чтобы не втягивать детей в эти скандалы. В будущем такие круглые столы планируется проводить чаще. Это в первую очередь поможет сконцентрироваться непосредственно на проблемах сирот, считают специалисты.